Здарова, Скорлупа! Одним из важных элементов в создании большинства игр является прототипирование. Это процесс создания базовых версий игр, которые могут быть использованы для тестирования и демонстрации различных игровых механик, уровней и дизайна. Прототипы видеоигр помогают разработчикам понять, какие элементы хорошо работают, а какие нуждаются в улучшении. И зачастую такие сборки игр остаются в тайне для обычных людей. Но недавно были обнаружены прототипы многих известных старых мобильных игр, а в этом видео мы рассмотрим конкретно прототипы игр про злых птиц. Тут даже макет эпика есть. Надеюсь, хоть кому-то это будет интересно, и видос посмотрит хотя бы 2,73 людей. Ну и начнем это видео с прототипа Angry Birds Space. Ну, тут, если честно, ничего такого нет. Просто недоделанные титры, уровни. Обучение работой с тицей. И пару незаметных отличий. Но все самое интересное в файлах игры. Ну, во-первых, текстуры птиц, среди которых можно заметить ранее невиданных пернатых. Концепты кат-сцен, какой-то неиспользованный фон, эффекты для птиц, ну, типа как в каких-нибудь пиндоских комиксах. И еще музло. Консерваториях, в институтах, они... Следующая игра, это Angry Birds Epic. И вот так выглядит его прототип. Да, понимаю, это вообще, скорее всего, похоже на какой-то прикол. Но это правда. Я проверил. Кстати, меня разрывает со смеху от вида этих свиней, а особенно этого хряка с дуршлагом на голове. В этой сборке у нас всего три уровня. В первом все легко. Дают Реда против мелкой кучки свиней, которую мы спокойно выносим. О, ништяк. На втором уровне к нам в команду присоединяется Чак. А против нас уже более большая кучка поросят, во главе с усатым бароном, который держит грабли. И этот уровень, к сожалению, невозможно пройти. Третий уровень. И у нас пополнение в виде голубой троицы. Предстоит нам сражаться против уже знакомой рожи. И этот упырь обычно перед своей смертью убивает синюю троицу и Чака. Потом Ред остается один против орды свиней, которая, конечно, берет верх своим большинством. Вот вам немного моих комментариев, пока я пытался пройти этот уровень. Так, я понял. Так скажем, вторая способность у птиц присутствует, просто она не отображается. Ну, мне кажется, у Чака и голубых есть шанс дойти живыми до второго этапа. Типа, главное им дожить до толпы и все. Никто не выживет. Ох, ну что-то сложно. Вот настоящий хардкор Анети, ваши капитаны-сноуры, альфа-свины. Херня все это. Капец, харя. Ну, нам вообще немного, чуть-чуть не хватило. То есть, шансы есть. Короче, пройти ничего не получилось. Но, по идее, в конце должен быть такой свинтус гачи-мучи. Ну и давайте закончим прототипом Бэт Пиггис. Это июльская версия 0.13. Сразу хочется отметить, что у игры совсем другая иконка и экран загрузки. Ну, вот такое у нас меню. Так, Астена, ага. Стоп. А где механик? В оригинальном комиксе был свинт такой в синей кепке. Ну, видимо, опять просрал. Так, первый уровень, которого, кстати, нет в оригинале. Мы можем только подложить свинью. Капец, свинья маленькая. Кстати, у нее что-то веснушек нету. Кажись, это самая обычная свинья. Ой, да и ладно. Еще порядок уровней здесь другой, я заметил. А, хряк уже весь потек. О, мы открыли дополнительный уровень. А, ну тут пока фон тот же самый. Ну, понятно. У поросенка, видимо, совсем другие звуки. Ну, забавно, забавно. О, жирный появился. Давно не виделись. Слушайте, а что он просто зырит? Не моргает даже. Как будто напичкали чем-то. Ну, все, сейчас нормально покатит. А еще, ребята, есть такая темка. Вот обычный уровень. Мы его пропускаем и получаем наши законные звезды. Но чтобы пройти этот уровень полностью на три звезды, нужно заново пройти этот уровень, но уже с королем овощем. Мне кажется, это вообще какая-то хрень, и хорошо, что на релизе от этого отказались. Вот, ребята, добрался до последнего уровня. Сейчас забабахаем нормальную тележку. Эй, а что с колесом? Че вы его зажали-то? Пойдется раскошелиться на мастера. Эм, колесо до сих пор висит. Ай, да и хрен с ним. Ну, все, это победа. Смотрим продолжение событий. Моя история оказалась цикличной. Ладно, перейдем ко второму эпизоду. Ох, какие цифры неправославные нас встречают. Ну, тут все то же самое. Свинья летит, ухом моргает. В общем, ничего интересного во второй главе нет. Идем в песочницу. Для начала построим армию свиней. Ох, услада для ушей. Я еще искал в этом прототипе баги. И, кажется, открыл новый вечный двигатель. Ну, нехило, нехило. Ну, ладно, перейдем к версии 0.14, сделанную в августе. Где-то чуть больше месяца до релиза, между прочим. Ну, меню такое же, просто логотип поменяли. Теперь тут у нас привычный рост с веснушками. Так еще и с косоглазием. И у короля овощей, видимо, такой же недуг. Я нахожусь в реальной психушке. Я нахожусь в реальной... Летун за лупокрылый! Мне кажется, ли он слегка растянулся. Так, теперь можно подвести выводы касательно этого прототипа. В принципе, отличия какие-то есть, но мне чё-то как-то насрать. Ладно. Многим, возможно, интересно, откуда эти прототипы вообще взялись. Дело в том, что когда-то давно существовал онлайн-сервис TestFlight, который использовали iOS-разработчики для тестирования мобильных приложений. И в этом TestFlight'е публиковались различные ранние сборки. И вот, Apple приобрела этот сервис в начале 2014 года. А в феврале 2015-го был закрыт старый сайт TestFlight'а. И вот как-то данные с этого сайта получили общественный доступ. И команда архиваторов загрузила их в интернет-архив. И вот этот архив спокойно 8 лет лежал бесхозно. И вдруг его нашли. А в этом ящике Пандоры находится 2 терабайта различных игр и приложений, сделанных в период с 2012 по 2015. Еще существует Discord-сервер, где люди роются в этом архиве и делятся находками. Помойка это моя! Не знаю, когда примерно выйдет это видео, но если что, поздравляю вас с новым 2025-м годом! Надеюсь, в следующем году все получится. Вы будете реже болеть. Желаю вам как можно больше гонять балду. Это поговорка такая. А вы о чем подумали? Ну и конечно, пускай в подарке под елкой окажется коробка с мошонкой родственника в шестом колене. Козловодство это не хуйня, сука ты залупня. Я ебал тебя сто раз, ты вонючий пидарас. Хочешь я тебя нагну, в жопу в вилку положу. Нет? Ты обосанный минер. Я ебал тебя сто раз, ты вонючий пидарас. Пошел нахуй ты гондон. Ты ебаный залупон. Поебал ще я дам. Ты, сука, обосишься. Да.